В Сахалинской области прием онкоуролога в Сахалинском областном онкологическом диспансере появился в 2007 году и со временем количество больных увеличилось и назрела острая необходимость в открытии самостоятельного отделения, так как больные получали помощь достаточно разрозненно в разных лечебных учреждениях области и за ее пределами. Но с учетом того, что когорта пациентов в диспансерной группе нарастала, в 2011 году было принято решение и на базе нашего диспансера открыто отделение на 30 коек. В настоящее время в отделении работают 4 врача-онкоуролога, один доктор осуществляет амбулаторный прием. Прием в среднем в день осуществляется 25-30 посещений и выполняется 2-3 либо диагностических, либо лечебных цистоскопических манипуляций. Немножко о эпидемиологии. На данном слайде представлена структура заболеваемости, злокачественных заболеваний Сахалинской области, где в структуре, если на первой диаграмме это на оба пола и на последующих двух диаграммах это разделено на женский и мужской пол. То есть почка занимает 4,93%, предстательная железа 6,1%. Заболеваемость на оба пола здесь указана за последние несколько лет в сравнении с Российской Федерацией и Дальневосточным федеральным округом. Заболеваемость раком предстательной железы у нас неуклонно выше, чем в среднем по стране и Дальневосточному федеральному округу. Рак почки цифры тоже немного выше, ну а рак мочевого пузыря в пределах показателей Российской Федерации. На следующих слайдах будет представлена структура постадина заболеваний, то есть здесь мы видим, что если рак предстательной железы, ну первая стадия, мы вообще ее перестали ставить, то есть здесь учтены только больные с инцидентальным раком предстательной железы, выявленным после трансфортральных резекций. Что касается рака почки, то выявляемость она на первых стадиях, она неуклонно из года в год растет, потому что, ну не будем отрицать, что ковид все-таки он помог в выявлении верхнеполярных опухолей достаточно серьезно. И мочевой пузырь, ну эти цифры, они примерно на общероссийских показателях. Здесь представлена вторая стадия, что также укладываются показатели Российской Федерации. Третья стадия, здесь у нас в 2020 году, и Борис Яковлевич уже обращал на это внимание, у нас количество третьих стадий значительно увеличилось. С чем это связано? Ну, сказать сложно. Наши методисты говорят, что это связано с тем, что программа диспансеризации онкологических заболеваний в частности с ракопростатой увеличилась. На данном слайде представлено количество пациентов, взятых на учет с четвертой стадии заболевания. То есть эта цифра, она около 20% при раке предстательной железы, как и общероссийские показатели. По раку почки также около 20%, мочевой пузырь это чуть больше 10%. На данном слайде представлена выживаемость 5 лет и более в процентах. По нозологии, если при раке предстательной железы, это около 44%, при раке почки 50-55%, рак мочевого пузыря около 50%. На данном слайде представлена смертность за последние несколько лет от онкологических заболеваний. Так какие методы лечения применяются в нашем отделении? При влечении рака почки это любые хирургические методы. Также здесь указаны афректомия, резекция почки, используем лапароскопических технологий. Но в последнее время также у нас имеется ангиограф клиники, и мы проводим мобилизацию больным, которые не подвержены хирургическому лечению. Хирургическое лечение рака мочевого пузыря включает туры, цистэктомии с всевозможными вариантами деривации мочи. При лечении рака простаты это палеотивные трансуретральные резекции для пациентов, планирующих в дальнейшем получать лучевое лечение простатэктомии, с или без неразберегающей техникой всевозможные варианты забрюшинных тазовых лимфодоноктомий. Хирургическое лечение других мозологических форм онкорологических заболеваний, это рак полового члена яичка, забрюшинные опухоли, ну и всевозможные дренирующие операции. Здесь, на данном слайде мы посчитали, сколько больных прошло по годам и через отделение. Мы видим, что если сначала открытие отделения, эти цифры там и до 900 доходили, то в 2019 году отделение сократили до 25 коек и забрали у нас возможность заниматься лекарственным лечением. Лекарственное лечение ушло на дневной стационар и в отделение лекарственного лечения противоопухолевого, которое было расширено за счет нашего коечного фонда, который был у нас отнят. И сейчас около 500 больных проходят через отделение в течение года. Химиотерапией мы сейчас занимаемся крайне мало, это в основном лечение рака яичка и адювантная, неодевантная химиотерапия рака мочевого пузыря. Здесь, на данном слайде представлено количество выполненных вмешателей за 10 лет, основных, которые были посчитаны с использованием операционных журналов, не беря данные оргметод кабинета, потому что они, как я думаю, у всех, они всегда разнятся. За 10 лет выполнено почти 2000 биопсий простат, и здесь представлены биопсии, которые являлись положительными, то есть в год около 100 больных раком предстательной железы выявляются. Здесь указаны все стадии заболевания. За последние 3 года я не смог, пока у меня нет этих данных, сколько было положительных, сколько отрицательных, но самое большое количество биопсий было выполнено в 2019 году. В среднем процент положительной биопсии около 60. Трансуретральных резекций выполнено 933 за 10 лет, и из года в год количество этих операций растет, потому что больные с мышечным неинвазивным раком получают только такое лечение. Радикальных простатоктомий выполнено 415. Самое большое количество было выполнено также в 2019 году, когда, собственно, и было выполнено самое большое количество биопсий. Цистектомий выполнено 209, из них 77 с деривацией мочи, мочеточники на кожу, 114 операций Брикера, 18 ортотопических пластик, нефректомий 496, резекция почки 411, обращаю ваше внимание, что из года в год количество резекций почки у нас увеличивается. Нефроратаректомия с резекцией мочевого пузыря, но сюда включены также опухоли мочеточников, которые либо выполнялись операцией, либо с удалением почки, либо с резекцией мочеточников, какой-то пластикой, у нас даже есть опыт оппендикулярной пластики мочеточников. Ну и здесь указана орхидоктомия, мы не отказываемся от этого метода и любим использовать при распространенных формах ракопредстательной железы хирургическую кастрацию. Таким образом, в отделении выполняются все виды современной хирургической помощи больным с онкорологической патологией. Больные были консолидированы в одном месте и получают эту помощь через врачебные консилиумы с использованием телемедицинских консультаций. И это позволило локализовать оказание этой помощи у нас на острове и значительно уменьшить количество больных, которые выезжают за пределы Сахалинской области для получения специального лечения. И количество этих больных в год не превышает 5 человек. И, как правило, это люди, которые случайно... То есть направление мы уже в Москву перестали писать, хотя с начала работы отделения это было достаточно часто. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok